Александр Гарриевич Гордон родился в Обнинске Калужской области в феврале 1964-го. Мать Антонина Стрига работала медсестрой в армейской части, где в то время служил одессит Гарри Гордон. Между молодыми людьми завязались романтические отношения. Сразу после рождения мальчика семья перебралась в поселок Белоусова Калужской области, где прожила три года. Оттуда гордоны переехали в столицу. Вскоре родители развелись, и своего отца, известного в Советском Союзе писателя, поэта и художника, сын одно время не видел. Встретился с родителем телеведущей спустя годы, когда ему исполнилось 19. Сейчас Александр поддерживает теплое отношение с Гарри Борисовичем. Мать вышла замуж во второй раз, и отчим заменил Саша отца. Детство у мальчика было ярким и насыщенным, Гордон рос творческой личностью. Он рассказывал, что в пятилетнем возрасте имел собственный театр кукол и даже давал представление, на которое собиралось немало зрителей. Подростком увлекался спортом, любимым видом был хоккей. Тем не менее в детстве Александр мечтал о профессии милиционера или режиссера. Получив школьное образование, Гордон стал студентом Щукинского театрального училища, где с упоением изучал актерское мастерство. Так как ему необходимо было чем-то зарабатывать на жизнь, парень устроился на работу в детский кружок, где преподавал школьникам азы игры на сцене. Параллельно молодой человек подрабатывал в театре на малой бронной монтировщиком сцены. В молодости Александру удалось увернуться от службы в армии. Очень уж не хотелось тратить драгоценное время на строительство Байконура о том, что новобранцы отправят туда, Гордон узнал на городском сборном пункте. Будущий телеведущий не растерялся и мастерски сымитировал психическое расстройство, после чего получил направление в психиатрическую лечебницу имени Н. П. Кащенко, где пробыл две недели, так и не отдав долг родине. В 1987 году парень благополучно окончил Щукинское училище. Сразу после окончания училища начинающий актер приступил к работе. Его приняли в театр-студию Рубена Симонова, но здесь Гордон задержался только на два года, а потом вместе с семьей уехал жить в Америку. В Соединенных Штатах молодой человек сумел быстро адаптироваться и найти место под солнцем. Поначалу Александр работал электриком, специалистом по кондиционерам, освоил приготовление пиццы. Позднее нашел комфортное для себя место на телевидении, став ведущим на одном из русскоязычных каналов. В первой половине 90-х Александр работал на нескольких каналах сразу, на одном режиссером ряда программ, на другом – корреспондентом. Вскоре ему удалось основать собственную телекомпанию, в которой он трудился несколько лет. В 1994 году Гордон начал сотрудничество с российским телеканалом ТВ-6, на котором выпускал и вел авторский проект «Нью-Йорк», «Нью-Йорк», где подробно и познавательно рассказывал о жизни в Штатах. Совмещать работу в США и России Александру было непросто, ведь приходилось постоянно летать между континентами. В 1997 году он решил окончательно перебраться в РФ, хотя при этом у него осталось американское гражданство. В России телеведущий и режиссер на рубеже веков создал ряд программ, в частности собрание заблуждений. Этот высокорейтинговый проект надолго приковал к себе внимание зрителя. Вскоре появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел совместно с Владимиром Соловьевым. Александр так вошел во вкус политики, что даже заявил о желании стать президентом. Для этого создал фракцию, назвав ее «Партией общественного цинизма». Но увлечение быстро прошло, и создатель продал ее за 3 доллара. Вскоре телевизионная и творческая биография Гордона начала пополняться проектами, которые он вел на разных каналах. В 2007 году Александр Гарриевич выступил новым ведущим программы «Закрытый показ», ранее носивший название премьера со зрителями. В рамках этой передачи с экрана демонстрировалось авторское кино. Показы предварялись вступительным словом Гордона, а после в студии шло обсуждение картины экспертами и зрителями. Иногда на съемках присутствовал режиссер рассматриваемого фильма и актеры. Шоу получило популярность у публики и транслировалось до 2013 года. Ярким стал и авторский проект «Гордон Кихот», стартовавший в 2008 и продлившийся два года. С гостями студии журналист устраивал борьбу с ветряными мельницами, раздражающими миражами, навязанными СМИ. Позднее в рамках проекта «Большая разница» появились пародии на обе передачи Александра Гарриевича. В 2013 на экраны вышли новые программы с участием Гордона «Политика из-за и против». В первой передаче советующим стал журналист Петр Толстый, во второй – актриса Екатерина Стриженова. Позднее в интервью Александр Гарриевич сообщил, что большинство реплик и мнений, произнесенных им в этих передачах, были частью сценария, который он отыгрывал как актер. При этом его журналистская честь не страдала, так как он не считал себя журналистом. Оригинальным в творчестве теледеятеля оказался книжный ТВ-проект «Наука о душе», посвященный человеческой психике и содержащей беседы со специалистами в этой сфере. Тема нашла отражение и в формате передач фильмов. Помимо этого вместе с психологом Ольгой Троицкой Александр Гарриевич записал цикл передач «Долго и счастливо». В 11 беседах телеведущий и психолог обсудили проблемы семейных взаимоотношений и воспитания детей. В 2014 году в паре с Юлией Барановской Гордон начал вести ток-шоу «Мужское и женское». В программе поднимались острые социальные вопросы. В студию приходили герои, попавшие в затруднительную ситуацию. Александр и Юлия не скупились на жесткую критику, а герои – на эмоциональные реакции. Общий язык ведущим и героям программы помогали найти эксперты в студии, психологи, юристы и другие специалисты. В рамках программы неоднократно возникали резонансные случаи. Так, в одном из выпусков героини, признавшейся, что в молодости она занималась проституцией, телеведущий омыл ноги водой, вызвав ассоциацию с сюжетом из Евангелия. В другом Гордон попытался задушить гостя капроновыми колготками, узнав, что тот с женой привязывают ребенка колготками к батарее. Бывало, что сам Гордон страдал от рук участников передачи, но на помощь приходили охранники телецентра. В феврале 2020 на Первом канале стартовало новое шоу, в котором Александр Гарриевич выступил с привычным амплуа ведущего. Программа получила название «Док-ток». Вместе с Гордоном вести передачу пригласили Ксению Собчак. По их словам, основной задумкой было создать непривычное ток-шоу с перебранками в эфире, а инициировать серьезное обсуждение наболевших проблем. В мае у телеведущего обнаружили коронавирусную инфекцию прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала. Гордон сделал экспресс-тест от компании «Биозек Медикал». На его удивление результат оказался положительным, ведь никаких симптомов заболевания не было. Александру Гарриевичу пришлось немедленно покинуть студию Востанкина для самоизоляции. В программе журналиста временно заменила Елена Малышева. В феврале 2022 года часть передач Первого канала была убрана из сетки вещания, поскольку в связи с началом специальной операции российских войск в Украине телевизионный контент сосредоточили на освещении политической обстановки. Тем временем у передачи «Док-ток» намечали судебные тяжбы. Иск подал РТВА, обвинив создателей проекта в плагиате из-за использования товарного знака. Как оказалось, передача с таким же названием выходила в 2019 году, а ее ведущими были супруги Ольга Орлаускас и Никита Тихонов-Рау. Осенью 2022 Юлия Барановская, соведущая Гордона в передаче «Мужское, женское» сообщила, что новые выпуски уже отсняты и готовятся к показу. Проект вернулся в эфир в конце года. Александр Гарриевич появляется на экране и в качестве актера и режиссера. Его наиболее известными режиссерскими работами стали фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона». Материалом для сценариев стали два литературных труда отца Гарри Гордона. Благодаря киноадапту «Цейям» сын и писатель получил широкую известность в кругах любителей современной прозы. В качестве актера Гордон появился в известных картинах «Судьба на выбор», «Дженерейшн П», «Кукушечка» и других. В 2014 году фильмография знаменитости пополнилась молодежным сериалом «Физрук». Актер появился во всех сезонах и сыграл одного из главных героев – бизнесмена Виктора Мамаева. Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Найгиев, Полина Гренце и Анастасия Панина. В сентябре 2016 Гордон стал участником слепого прослушивания шоу «Голос». Он исполнил песню «Инзе дэскар». Ни один из судей не повернулся к исполнителю. Как призналась Полина Гагарина, наставники, кроме Димы Билана, который искренне удивился, увидев Гордона, сразу поняли, кто поет у них за спиной. Журналист сообщил, что когда-то мечтал петь в ресторанах, но один музыкальный критик отметил, его голос похож на урчащий холодильник. А вот Билана тембр ведущего впечатлил, он назвал его сумасшедшим. Летом 2018 года Александр Гарьевич представил на кинематографическом фестивале «Кинотавр» свою режиссерскую и актерскую работу, комедию «Дядя Саша», которую назвал автошаржем. В фильме речь пошла о режиссере, который решил завершить кинокарьеру съемками фильма на территории собственного загородного дома. Для съемок герой пригласил друзей, коллег, соседей. Как сообщил телеведущий в одном интервью, задумка создания подобного фильма появилась еще в те времена, когда он занимался в театральном училище. В сценарии кинофильма постановщик соединил мотивы произведений Антона Чехова, Уильяма Фолкнера, Ивана Гончарова. Исполнителями главных ролей помимо самого Гордона стали Ольга Яковлева, Анна Слю, Агния Кузнецова, Никита Ефремов, Сергей Пускиполис. Как уточнил впоследствии автор, каждого героя он писал под конкретного актера, поэтому их участие в проекте считает для себя успехом. В интервью Александр Гарриевич отмечал, что талантливый режиссер перед съемками нового проекта должен задаться вопросами, что он делает, как и зачем, и только после этого приступать к работе. Любимыми картинами Гордон назвал фильмы «Не горюй», Георгий Данелий и «Дети Райка» Марсели Карна. При этом признался, что кино – это стареющий вид искусства, так как многие киношедевры уже не воспринимаются современным зрителям. Ленты российских авторов нового тысячелетия не вызвали у телеведущего восторг, особенно те, что представляли реалии жизни без прикрас. По словам Александра Гарриевича, кино должно возвышать, главные функции искусства – утешение. Картины же таких культовых режиссеров, как Алексей Балабанов и Василий Сигарев, отражают болезни их создателей. В 2021 году телеведущий побывал в гостях у Юрия Дудя. По решению Минюста России включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В интервью поднимались темы, касающиеся искусства и политики. Видео вызвало у зрителей противоречивые чувства. Одни восхищались искренностью телеведущего, смелостью признаний, в частности о том, что Гордон позволяет себе употреблять алкоголь во время работы. Другие обвинили журналиста в том, что тот играет на камеру, подстраивается под власть и т.п. Личная жизнь Александра Гаревича – богатый источник для работы желтых изданий и таблоидов, поскольку журналист постоянно дает пищу для разговоров и слухов. Любопытно, что вне зависимости от того, находился ли телеведущий в браке или был одинок, публика неизменно пыталась найти подтверждение его романа с коллегой Юлией Барановской. Впрочем, никаких серьезных поводов для уличения знаменитости в отношениях никогда не возникало. Первой женой Гордона стала Мария Бердникова. Этот союз оказался самым длительным – восемь лет, от него осталась дочь. Потом на протяжении семи лет Александр жил в гражданском браке с моделью и актрисой Наной Кикнадзе. Еще шесть лет он провел с Катей Прокофьевой, известной как Катя Гордон. Супруги развелись в 2006-м. В конце 2011 года Александр Гарриевич тайно расписался с 18-летней студенткой Ниной Щепиловой. О наличии молодой супруги телеведущий объявил в марте следующего года, появившись с избранницей на публичном мероприятии. А в мае того же 2012-го грянул скандал – у Гордона родилась внебрачная дочь Саша. Ее матерью оказалась журналистка из Краснодара Елена Пашкова. Непродолжительный роман с ней случился на Одесском кинофестивале. В конце 2013 года стало известно, что Гордон и Нина Щепилова развелись. Измена мужа и 30-летняя разница в возрасте между супругами стали причинами развода. Рефлексировать по поводу очередной семейной драмы и сложности отношений артист не стал. В 2014 году он женился на студентке в ГИКа Назанин Абдулвасиевой, внучке режиссера и члена Российской киноакадемии Ника Валерия Ахадова. В этом же году на свет появился совместный сын пары Саша, а в 2017 супруга родила второго ребенка, тоже мальчика которого, по данным прессы, было решено назвать Федором. Александр Гарриевич не занимался самопиаром в социальных сетях, но его фото с детьми появлялись в Инстаграме на странице Назанин. В 2020 году после шести лет брака телеведущий развелся со своей женой. Бракоразводный процесс прошел тайно. Юристы рассказали, что бывшие супруги цивилизованно решили все вопросы, которые касались опеки над детьми, выплаты алиментов, а также раздела совместно нажитого имущества. Инициатором развода оказалась Абдул Васиева, подавшая заявление в Пресненский суд столицы. Официально брак был расторгнут 17 июля. Дата совпала с днем рождения Назанин, в этот день ей исполнилось 26 лет. В мае 2022 года стало известно, что Гордон женился на Софии Каландадзе, пара даже обвенчалась. Как стало известно прессе, телеведущие и его будущие супруга познакомились в 2018 году. Избранница Александра Гаревича играет на арфе, на фестивале в Елабуге они выступали вместе, Гордон читал сонеты, а девушка аккомпанировала ему на струнном инструменте. Узаконили они отношения без прессы еще зимой, а вот таинство венчания скрывать не стали. Локацией для этого был выбран Спас и Евфимиев монастырь. Родственники невесты изначально были в шоке от изменений в личной жизни дочери. Главным образом причиной непринятия зятя стала внушительная разница в возрасте, на момент бракосочетания Каландадзе исполнилось 20 лет, а ее мужу 58 лет. Но впоследствии родные смирились с выбором арфистки, посчитав, что счастье и любовь важнее.